Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Во-первых, благодарю за возможность сегодня быть здесь вместе с вами и представлять данные нашей работы. Во-вторых, приношу свои извинения за небольшие разночтения с программой конференции. И мой доклад будет посвящен опыту нашего архангельского диспансера, поддержке пролонгированными колоннестимулирующими факторами при лечении пациентов с распространенным раком поджелудочной железы по схеме фолферинокс. И в качестве вступления разрешите вам показать данные опроса клинических онкологов-химиотерапевтов, который был проведен в 2020 году на одной из интернет-площадок, где химиотерапевтам задавались вопросы по поводу дозы лимутирующей токсичности, которую они встречают в своей практике. И первый вопрос звучал, как если принять всех ваших пациентов, которым вы назначаете указанную в одном из вариантов схему химиотерапии за 100%, как распределяются пациенты с дозой лимутирующей нитропинией. Ну и, как вы видите, при раке поджелудочной железы 31% проголосовал за схему фолферинокс. Она заняла лидирующую позицию в этом опросе. И прошу вас ответить на подобный вопрос. У какой доли ваших пациентов, получавших противоопухолевую терапию по поводу распространенной формы рака поджелудочной железы, за последние три месяца развивалась доза лимутирующей нейтропинией? Четыре варианта ответа – это никогда, редко, до 5%, нечасто, от 5 до 10%, и часто, 10% и более. Так, редко, редко, никогда и часто. Спасибо. И обратимся к результатам все того же опроса химиотерапевтов. Мы видим, что часто и очень часто, это 5% и более, ответили 60% опрошенных участников. Мы задали вопрос искусственному интеллекту, попросили его представить, что он заведующий онкологическим отделением городского онкодиспансера, города с населением 1 миллион человек, и у какой доли пациентов с распространенным раком поджелудочной железы наблюдалась доза лимитирующей нейтропиния. Ну, в качестве ответа мы не получили каких-то внятных данных у нейросети, данных достоверных, чтобы ответить на этот вопрос, не оказалось. И следующий вопрос также для вас, для аудитории. Считаете ли вы, что уменьшение дозы в схемах или увеличение интервалов между курсами химиотерапии в связи с токсичностью влияет на общую выживаемость? И варианты ответа это да, влияет. Да, только для рака поджелудочной железы и колоректального рака нет. Или на общую выживаемость влияют какие-то административные особенности? Влияет. Рак желудка колоректальный, поджелудочный. В общем, все считают, что так или иначе влияет. И посмотрим, что же ответили участники интернет-опроса. 64% опрошенных химиотерапевтов ответили, что для рака поджелудочной железы, безусловно, уменьшение дозы интенсивности влияет на общую выживаемость этих пациентов. Этот же вопрос мы задали искусственному интеллекту. Считаете ли вы, что уменьшение дозы или увеличение интервалов влияет на общую выживаемость? И мы видим, я не знаю, воспроизведется ответ. Или нет? Так, а можно тогда назад? Искусственный интеллект ответил, что снижение дозы в схемах или увеличение интервалов между курсами лекарственной терапии в связи с токсичностью может влиять на общую выживаемость пациентов. И связано это прежде всего с тем, что противоопухолевая терапия может вызывать побочные эффекты. И прежде всего глубокая нейтропения, которая может снизить иммунитет пациента и увеличить риск инфекции. Как мы видим, искусственный интеллект также в качестве причины отсрочки введения химиопрепаратов или уменьшения дозировок рекомендуемых тоже видит развитие тяжелой нейтропении. По международным и нашим российским клиническим рекомендациям в качестве первой линии терапии распространенного рака поджелудочной железы, как все мы знаем, рекомендуется сохранным пациентам в соматическом статусе КОК-01 проведение химиотерапии по схемам фулферинокс или гемцитабин на поклитоксел. И было проанализировано множество пациентов, получавших эту химиотерапию. Были опубликованы данные нескольких анализов, в которых было продемонстрировано значение поддержания дозы интенсивности в терапии распространенного рака поджелудочной железы. Рассмотрим несколько из них. Прежде всего, анализ, в котором изначально были проанализированы данные 201 пациента. При этом часть из них не получили в первой линии химиотерапию по схеме фулферинокс. Еще часть пациентов рано вышли из этого клинического исследования, либо по токсичности, либо по каким-то другим причинам. Таким образом, в окончательном анализе принимали участие 133 пациента. У всех этих пациентов была метастатическая либо распространенная форма рака поджелудочной железы. В качестве первой линии лечения они получали химиотерапию по схеме фулферинокс. Средний возраст их составлял 61 год. Пациенты получали химиотерапию до первоначальной оценки в течение в среднем 58 дней. И в среднем они получили три цикла химиотерапии. И мы видим, что частота ответа у этих пациентов напрямую была связана с соблюдением дозы интенсивности. И как только доза интенсивности снижалась менее 70%, частота демонстрируемых ответов также значимо снижалась. Следующий ретроспективный анализ трех рандомизированных клинических исследований. Около 500 пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы. При этом пациенты получали профилактику колонистимулирующими факторами. И мы видим, что у тех пациентов, которые получали первичную профилактику ГКСФ, была продемонстрирована более высокая доза интенсивности. Но при этом статистически незначимо увеличивалась выживаемость без прогрессирования с увеличением дозы интенсивности. Следующий ретроспективный анализ это 123 пациента с метастатической формой заболевания. Здесь пациенты подразделялись на две группы в зависимости от того, использовалась ли первичная профилактика фибрильной нитропении или вторичная профилактика или без нее. При этом различий в чистоте развития фибрильной нитропении у этих двух групп продемонстрировано не было. Но при использовании многофакторной модели, когда были исключены пациенты, которые получали вторичную профилактику колонистимулирующими факторами, мы видим, что первичная профилактика колонистимулирующими факторами была ассоциирована со статистически более высокой общей выживаемостью этих пациентов. И еще одно ретроспективное исследование. Здесь также пациенты подразделялись на две группы. Первая группа получала первичную профилактику филгростима в течение 3-5 дней, либо однократное введение определенной формы. И вторая группа получала либо вторичную профилактику ГКСФ, либо не профилактировалась нитропения. При этом наиболее частыми нежелательными явлениями в обеих этих группах была фибрильная нитропения в целом. И было продемонстрировано, что первичная профилактика колонистимулирующими факторами значимо снижает риск развития нитропении практически в два раза. И риск фибрильной нитропении в группе пациентов, которые получают первичную профилактику колонистимулирующими факторами практически в районе единицы. При метастатической форме рака пожелудочной железы первичная профилактика колонистимулирующими факторами увеличивает общую выживаемость. При этом все мы знаем, что по клиническим рекомендациям наиболее подвержены риску развития фибрильной нетропении пациента старшей возрастной группы. При этом в данном анализе мы видим, что наиболее выраженный эффект по увеличению общей выживаемости получили пациенты младше 65 лет. Это значит, что и пациенты более младшей возрастной группы ни в коем случае не должны оставаться без профилактики фибрильной нетропении. И в качестве выводов буквально несколько тезисов. Профилактика колонистимулирующими факторами независимый благоприятный фактор прогноза. Наряду с нормальным уровнем альбумина у пациентов с распространенной метастазической формой рака пожелудочной железы. Польза от назначения профилактики в первой линии на фоне применения химиотерапии по схеме фолферинокс имеют не только пожилые, но и более молодые пациенты. И профилактика обеспечивает достоверное снижение частоты развития нитропении тяжелой степени и фибрильной нетропению этих пациентов. Ну и всем вам знакомый препарат, наш отечественный, экстимия. Все мы его используем и прекрасно знаем. Очень удобный в применении препарат. Однократно вводится не менее чем через 24 часа после окончания цитотоксической терапии. И здесь буквально один слайд по исследованию Дефендер. Результаты промежуточного анализа. Были оценены данные 526 пациентов, которые завершили все курсы химиотерапии. При этом более половины пациентов имели риск развития фибрильной нитропении. И мы видим, что доза интенсивности при раке поджелудочной железы, по данным этого исследования, у пациентов, которые получали первичную профилактику колонистимулирующим фактором, была практически 90%. И опыт нашего диспансера. Были проанализированы данные 16 пациентов с распространенным раком прижелудочной железы. Суммарно они получили 126 циклов химиотерапии по схеме фолферинокс. Из них нередиктабельная форма заболевания была более чем у половины пациентов. В среднем возраст их был 58 лет. Все они были соматически сохранные. Подавляющее большинство из них были женщины. И все эти пациенты, начиная с первого курса химиотерапии, получают у нас первичную профилактику фибрильной нейтропении. При этом мы видим, что более 80% пациентов достигли дозы интенсивности более 70%. И 75% достигли дозы интенсивности более 80%. И основными причинами редукции доз и задержек циклов химиотерапии были не нейтропения, а астения и диарея у этих пациентов. Ну, как я уже сказала, астения и наиболее частые нежелательные явления, которые мы увидели в результате анализа данных по этим пациентам. Также встречались тромбоцитопении, невысокой степени гипопротеинами, диспепсии, ну и прочее. Ни одного случая фибрильной нейтропении, либо тяжелой нейтропении, которая повлекла бы за собой увеличение интервалов между циклами химиотерапии или снижения доз, мы не увидели. И в качестве выводов, еще раз хочу отметить, что применение эмпекфлаграстима ассоциировано с повышением дозы интенсивности за счет снижения частоты нейтропенических осложнений. В результате нашего анализа данных нейтропении явилась причина редукции доз чуть более чем в 1% случаев, задержек химиотерапии менее 1%. Не было зафиксировано ни одного случая фибрильной нейтропении. И снижение дозы интенсивности возникало по причинам, не связанным с гематологической токсичностью. Ну и еще раз об удобстве применения препарата, когда однократное введение, что не увеличивает количество дней пребывания пациента в стационаре, максимально удобно и для пациента, и для врача. Благодарю за внимание.